Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и вчера вышли новые цивилизации и целый патч к Sid Meier Civilization 6. Цивилизации я разбирал до этого, где-то в верхнем правом углу появляется ссылка на это видео, либо есть в описании к ролику, можете сходить посмотреть. Тем более я буду еще и прохождение за них записывать, это понятно. А вот что нового в патче, какие изменения, правки и прочее-прочее-прочее произошли в игре, мы сейчас разберем. Но прежде чем переходить к разбору, сообщаю вам, что до 28 мая Sid Meier Civilization абсолютно бесплатно раздается в Epic Games Store. Переходите туда, и вот тут будет, видите, вместо 60 долларов, но у меня, я не в России нахожусь, у меня в долларах, поэтому цены тут будет просто бесплатно получить. Поясняю, это ванильная версия, без дополнений, без Gathering Storm и без Rise and Fall, и уж тем более без следующего дополнения вот этого New Horizon, нет, это даже не дополнение, это обновления такие, годовые New Frontier Pass. Но, когда вы получите вот эту бесплатную штуку, вам Epic Games даст купон, и я вам рекомендую сразу обновиться до Platinum Edition версии. Это будет включать и Rise and Fall, и Gathering Storm. У меня написано, что она стоит 80 долларов, и, во-первых, на нее сейчас скидка 50%, да, а во-вторых, вот тот купон, который вы получите, он дает скидку, по-моему, в 600 рублей на все, что дороже 900 рублей. Я точно не помню, но смысл в том, что это как раз вот работает на вот этот Platinum Edition Upgrade, и таким образом вы, собственно, заплатите, по-моему, 300 рублей. То есть за полную версию Цивы, правда, без Frontier Pass, но зато со всеми механиками, что Frontier Pass дает только Цивилизации и этот, Апокалипсис мод. А так механики все, и все дополнения, грубо говоря, за 300 рублей практически. Да, меня спрашивали, можно ли будет по сети играть с теми, у кого Цива в Стиме. Народ пишет, что можно, но не на данный момент, потому что сейчас просто легли сервера у, похоже, у Эпиков. Это было как-то из GTA, то есть пока выдает ошибку, что-то там, какие-то проблемы, но кто-то уже играл через сеть, то есть кто-то пробивался, играл в кроссплатформенные партии, так что это, да, будет работать. Так что имейте в виду. Кроме того, ребята, я не хотел это записывать вот прямо в разборе патча, потому что, посмотрите, у меня, вот мод, главная страница моего канала. Вот смотрите, вкладка «Сообщество», и я тут куча всего пишу того, что мне не хочется говорить, там, объяснять видео. Вот, например, я уверен, что мне в видео обязательно напишут, а где почитать изменения в правил текстом, а не смотреть все видео. Вот оно здесь опубликовано давным-давно. Кроме того, о том, что Цива раздается бесплатно, я написал вот день назад, вот здесь, вот оно написано, тут все это расписано. Но мне продолжают писать в комментариях, Леша, там в Epic Games бесплатно раздают Циву, ты знаешь об этом? Там, расскажи, пусть твои зрители-подписчики об этом знают. Я не знаю, как вам приходят, если вы мои подписчики, да, как вам приходят уведомления, но я вижу, что, видите, как минимум 250 лайков, то есть куча народа это посмотрела. Вот здесь голосование, 9000 голосов, то есть куча народа это видит, но кому, кто-то это либо не видит, либо просто, как из такое выражение, в глаза долбится. Я не могу дублировать все везде по 100 раз. Пожалуйста, проверяйте вкладку сообщества, прежде чем что-либо писать или другие мои видео смотрите. Еще раз повторю, вот то, что я сейчас буду рассказывать про патч, текстом написано вот здесь. Вы можете просто выключить видео и пойти это текстом почитать. Теперь давайте все-таки непосредственно к патчу перейдем. Ну, во-первых, надо разделять то, что принес и изменил патч, а что добавилось вот в этом первом паке New Frontier Pass с Майя и Великой Колумбии. Значит, что добавляет вот этот New Frontier Pass? Естественно, две новые цивилизации, Майя и Колумбия, новая, Великая Колумбия с новыми лидерами, с двумя для Майя и Колумбии, соответственно. И, кстати, я уже для спонсоров выкладываю прохождение за Новую Колумбию. Для зрителя оно появится после того, как Венгрия, прохождение за Венгрию закончится. Новые природные катаклизмы добавлены, опять же, в этом New Frontier Pass. Лесные пожары. Загораются леса, они несколько ходов могут гореть, потом как бы лес исчезает, и через некоторое время вырастает заново, как бы на улучшенной клетке. И метеоритный дождь. Падает такой метеоритный дождь, появляется кратер, и если вы пройдете по нему юнитом, то получите бесплатный юнит тяжелой кавалерии. Ну, в зависимости от того, на каком вы этапе развития. То есть, это может быть либо колесница, либо рыцарь и так далее. То есть, грубо говоря, это появляется типа, как бы, руинка, которая выглядит кратером, из которой вы можете получить тяжелую колесницу. Тяжелую кавалерию. Кроме того, появляется новый режим Апокалипсис, это в настройках игры устанавливается. Кроме того, новый режим Апокалипсис появляется, это вы, когда начинаете новую партию, вы можете меточку поставить, чтобы этот Апокалипсис работал. И у каждой цивилизации будет юнит-предсказатель, он может взывать к богу разрушений для создания природного бедствия какого-либо. И вот это взывание к богу тратит один заряд юнита, и после того, как все заряды заканчиваются, юнит исчезает. Начинает этот предсказатель с одним зарядом, но дополнительные заряды получаешь за счет повышения юнита. Меня там в комментариях спрашивают, то есть, что, за Россию можно будет вызывать снежные бури на другие цивилизации? Ну, похоже, что да, я просто, честно говоря, этот режим не использовал. Он, мне кажется, слишком рандомным, это, наверное, просто как фан, наверное, прикольно будет поиграть, но я не ощущаю в этом цивилизации, вы уж извините. Кроме того, с этим же режимом Апокалипсис есть новое соревнование умиротворения богов. Предсказатели должны принести дружественный юнит вулкану и получить за это очки. Во время соревнования предсказатель получает новое действие умиротворения, которое жертвует дружественный юнит рядом с вулканом и дает очки равной стоимости производства юнита. Тот, кто побеждает в соревновании, получает бесплатный юнит предсказателя, повышение предсказателю и дополнительную веру в ход. Ну и, наконец, опять же, с этим же, вот этим модом или условием Апокалипсис, в климате на планете последняя стадия климата будет называться Апокалипсис. И начинаются более частые и сильные природные бедствия, которые способны уничтожить цивилизации за несколько ходов. А конкретно, столкновение с кометой. В зоне падения кометы разрушаются улучшения юниты района и даже города. А тайлы, куда упала комета, превращаются в непроходимые тайлы кометного озера. И солнечная вспышка. Она влияет на всю карту и разрушает генерирующие электричество районы, здания и улучшения. Правда, кроме дамбы. А также наносит урон продвинутым юнитам, особенно огромным боевым человекообразным роботам. Два новых ресурса. Бонусный кукуруза. Дает два золота, если не обрабатывается, и на ней можно будет ферму поставить. И редкий мед. Дает две пищи, пока не обрабатывается. А когда обрабатывается, соответственно, четыре довольства. И на ней ставится лагерь. Три новых чудо природы, которые, кстати, все находятся как раз в Центральной и Южной Америке. Откуда родом две новые цивилизации. Во-первых, источник молодости. Чудо природы на одну клетку, кстати, я тут его даже на карте открыл. Сейчас покажу. Вот он, источник вечной молодости. Занимает одну клетку. Эта клетка дает четыре науки и четыре веры. Но самое классное, что когда ваш юнит проходит через эту клетку, то получает способность живая вода. То бишь плюс 10 очков здоровья к исцелению на любой территории. Помню, в пятой цивилизации, конечно, это чудо покруче было. По-моему, давало что-то аж 10 счастья, если мне не изменяет память. То есть очень крутое. На уровне с Эльдорадо было. Следующее чудо Пайтити, которое многие на предварительных видео приняли за Эльдорадо. Три непроходимых клетки занимают. Дает три единицы золота и две единицы культуры соседним клеткам. Соседним. Кроме того, повышенный бонус за соседство с театральной площадью и центром коммерции. То бишь, если вы рядом с ним будете ставить театральную площадь и центр коммерции, будет повыше бонус за соседство. И, наконец, третье чудо Телепорт, которое тут называется почему-то Бермудский треугольник. Чудо природного три клетки находится в океане. Дает плюс 5 единиц науки соседним клеткам. А входящие в эти клетки юниты переносятся к далекому океану. Если это морские юниты, они еще и получают способность загадочные течения. То бишь, плюс 1 к перемещению. Ну вот, в шестой циве и Телепорты изобрели. Ну и, наконец, шесть новых городов-государств. Научный Таруга. Если вы сюзерен Таруги, то получаете плюс 5 науки во всех городах за каждый вид доступных стратегических ресурсов. Это, мягко говоря, выглядит очень круто. Я не уверен, как оно работает. За доступные ресурсы всей империи или только в этом городе. То есть, понимаете, если в городе есть, например, железо, в границах города железо и лошади, то город будет получать плюс 10 науки вход. Видимо, скорее всего, вот это последнее. Но все равно 10 науки вход примерно до нового времени это очень много. Кроме того, естественно, это не новый город, это просто переименованный бывший, бывшая столица Майя Покаль. Теперь называется Митла, но способности точно такие же, как раньше были. Ой, Покаль, как я говорю, Покаль. Паленки. Способности те же, которые были у Паленки. Новый культурный город-государства Кагуана. Если вы сюзерен Кагуана, вы сможете строить батю. Шучу. Батей. Батей. Это уникальное улучшение этого города-государства дает одну единицу культуры или две единицы культуры, если рядом с бонусным ресурсом или развлекательным комплексом. А потом еще сверху две единицы культуры, если открыли исследование. Кроме того, после открытия авиации они начнут давать еще и туризм. Правда, нельзя их рядом друг с дружкой строить. Новый военный город-государство Лахор. Если вы становитесь его сюзереном, то в городах можно создавать юнит уникальный. Не ханг. Он приобретается только за веру. У него уникальное дерево повышений. А его боевая мощь увеличивается, если предварительно построить казарму, оружейную или военную академию. Явно военный юнит, заточенный для религиозных цивилизаций. Город-государство под религиозной цивилизацией. Выглядит он, правда, слабовато, но я так понимаю, что действительно с развитием, и чем больше вы построите казарму, оружейных и военных академий, тем он будет сильнее. Новый промышленный город-государство Сингапур. Если вы его сюзерен, то ваши города получают две единицы производства за каждый из торговых путей к другим цивилизациям. Очень крутой, кстати, бонус. Можно производство очень серьезно поднять. Правда, для этого нужны караваны, как минимум, и возможность их отправить в другие цивилизации. Религиозный город-государство Новый Ватикан, удивлено, что только сейчас появился, кстати. При активации великого человека он распространяет 400 влияния вашей религии, основанной вами или преобладающей у вас, на города в радиусе 10 клеток. Это, кстати, для религиозной цивилизации очень существенный бонус. То есть вы можете распространять религию не миссионерами, не апостолами, а просто используя великих людей. И, наконец, последний Новый Город-государство Торговый Унса. Если вы Сузерен Унсы, то получаете дополнительное золото за каждые 5 клеток длины вашего торгового пути. Ну, то есть чем дальше будете отправить в торговый путь, тем больше золота будете получать. Вот и все. Значит, вот это все появляется, если вы купите New Frontier Pass, или вот это просто отдельно Майя и Великую Колумбию. Вот только тогда, вот это то, что я сейчас рассказал, появится в игре. Однако, вы можете немножко схитрить, если человек купил этот New Frontier Pass, и вы с ним сыграете в сетевой партии, то это тоже появится. Единственное, вы не сможете выбрать новые цивилизации, Майю и Новую Колумбию. А вот все остальное в игре все равно будет и будет сгенерировано. Теперь же, что конкретно в патче, что поменялось в игре для всех абсолютно. Покупали вы этот Season Pass или нет? Изменили дипломатическую победу. Теперь очки за резолюцию дипломатической победы. Можно либо получить 2 очка, либо потерять 2 очка. Раньше можно было потерять 3 очка. Теперь это уравняли. И победа дипломатическая высчитывается на начало хода игрока, а не на тот момент, когда игрок получит необходимое количество очков. Это важно, потому что действительно в сетевых играх, несмотря на то, что у игрока отбирали очки, он мог победить, потому что сначала они начислялись, только потом убирались. И таким образом он мог набрать 20 очков, и уже то, что он теряет 3 очка, не высчитывалось. Сейчас это дело поправили. Кроме того, поправили начисление вот этого мирового влияния. Теперь игроки будут терять очки мирового влияния за каждую оккупированную чужую столицу. И увеличены штрафы за загрязнение до минус 1 мирового влияния за 3 жителей. Если загрязнение выше среднего уровня. Напоминаю, загрязнение вот тут. У юнитов увеличена противовоздушная сила боя на плюс 7 при формировании корпусов армий, флотов и армат. Поправили подсчет флангового бонуса от самолетов для авианосцев. Поправили немного генерацию карты. Так, например, снижена вероятность того, что города-государства будут находиться рядом с чудесами природы или на ресурсах. И вулканы теперь генерируются не так скучно, потому что я помню, раньше было много мест, где вулканы там по 3 рядом находятся. Теперь же вроде как они реже появляются друг рядом с другом и на каждом континенте есть как минимум по одному вулкану. Точно так же поправили на генерация расположения гор. Разные мелкие улучшения интерфейса, на которых я не собираюсь подробно останавливаться. Так, например, там можно изменять размер шрифта в чатике в сетевой игре. Или вот, например, в целопедии добавили историю того, что вы просматривали, что можно было сразу к ней перейти. Ну и такое вот все по мелочи. Опять пишут о том, что искусственный интеллект улучшили, поправили всякие проблемки, которые были. Вот из багов важно поправили эксплойт с пантеонами на сетлеров и на поселенцев и рабочих. Например, когда раньше можно было, когда принимали этот пантеон, быстро нажать escape, можно было еще раз его принять и постоянно получить несколько поселенцев, несколько рабочих. То есть это было неприкольно. А также поправили баг, чтобы можно было несколько одних и тех же районов построить в одном городе. Разработчики уверяют, что они еще поправили баг с правительством. Можно было принимать новые политики хоть каждый ход. Но уже ребята проверили и через shift enter эта проблема все равно осталась. Ну и в конце там добавлено, что многочисленные исправлены проблемы с производительностью и памятью. В общем, так себе патч в том плане, что, например, не поправили культурную победу. Она все еще слишком муторная и сложновато, по моему мнению. Ну вот с дипломатической хоть немного поработали, это да, правильно, но все равно она такая немножко рандомная стала. То есть к патчу есть вопросы, честно говоря. И следующие нам ждать, в общем-то, только через два месяца, когда следующие, Эфиопия, когда выйдет в паке цивилизации. Так что, ну, так себе, так себе, честно говоря. Я большего ждал именно от патча, чем вот от новых цивилизаций. То есть как-то, чтобы поправили игру. Видимо, Фераксис считает, что этого не надо. Ваши впечатления хочу, естественно, почитать в комментариях. Ну или правки, если я что-то не так рассказал или неправильно рассказал. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok